Ребята, напоминаю, что кот создал свой клан 1xbet и хочет вывести его в топ, помогите ему в этом, прием 4300, хэштег на ваших экранах, он постоянно кикает неактивных, у них там бонусы, у них там большие выигрыши ждут вас, выигрывайте у них, 1xbet, хэштег на ваших экранах, приятного просмотра. Добрый день, дамы и господа, я нахожусь на Хабибе и сейчас мы прокачаем одну из самых лучших карт в этой игре на максимальный уровень, поэтому, пожалуйста, присядьте там поудобнее, чтобы не упасть в оморок, садитесь, берите какие-то вкусняшки, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, я вот включаю снег и мы погнали. Если кто не понял, про какую карту идет речь, так это, ребята, электродракон, он у меня даже на основном аккаунте не 12 уровня, а тут он будет 13 уровня, достаточно забавно, да, но тем не менее, я просто здесь именно эту карту прокачивал, донатил гемы, соответственно, так вот получилось, на основе сейчас гемы не заливаю, сундуки не открываю, поэтому там не прокачиваются карты. Суть в том, что этот аккаунт мне не останется, он достанется кому-то из вас, если хочешь забрать вот этот аккаунт с фулл прокачки, который будет здесь вот со временем, я вот буквально за последнюю неделю его полностью практически должен прокачать, надеюсь получится, то ты участвуешь в конкурсе, если ты вдруг не в курсе, то у меня идет розыгрыш в субботу, 24 числа, я буду подводить итоги и выдам аккаунту победитель, выдам, выдам победителю аккаунт, господи, запутался. И, собственно, что нужно сделать, чтобы получить этот аккаунт, вам нужно подписаться, во-первых, на основной канал, на котором вы сейчас смотрите, на второй канал, где я провожу стримы, и подписаться на группу и сделать репост. Я все условия оставлю в описании, ребят, давайте участвуйте, потому что осталось меньше, чем неделя до результатов, вот, такой аккаунт кому-то уйдет, будете жалеть, что не участвовали. Ну, надеюсь, что мне не сильно много гемов надо будет потратить, так, осталось 30 карт, и все, и прокачиваем, единственное, знаете, что у меня нет? Золото, но я золото докуплю, у меня, кстати, уже гирлянды висят, вы скажете, ты что, долбанулся, ноябрь месяц? Да, ребят, я долбанулся, но я уже купил елку, вот, завтра или сегодня, может быть, уже тут елка будет стоять, и все будет гореть, сверкать, не знаю, мне нравится, я захотел сейчас. Я знаю, что до Нового года еще больше месяца, но, а что мне запрещает сделать это сейчас? Я хочу, я хозяин себе, я поставил елку, точнее, еще не поставил, поставлю. Молния, вот это западло, выпала молния, это плохо. 13 тысяч гемов нам осталось, у нас осталось, я как бы еще хочу найти гемы, это суперселловские гемы, я хочу, да, бля, я хочу найти гемы фаербол еще поднять, вот, на вышибалу не хватит, конечно, мини-пеку тоже бы, ну, короче, фаербол и дракон, на эти гемы бы прокачать, остальное я уже докину сюда, короче, ребят, участвуйте в конкурсе, потому что он с каждым днем, этот аккаунт все лучше и лучше прокачан, поэтому, ну, блин, я не знаю, я бы поучаствовал в таком розыгрыше, реально, аккаунт не абы какой, а с электродраконом 13 уровня сейчас будет. По поводу кубков, да, 4300, это стыд, но я не играю сейчас, я сейчас реально на Хабибе не играю, я берегу, сейчас его вот, сейчас прокачаю, так вот, чтобы прям аж противники дрожали при видимой прокачке, и я запускаю стримы, запускаю стримы, на этом аккаунте будет мапа 4900 сходу, поэтому, ребят, канал для стримов будет по ссылке в описании, хотя вы на него должны быть подписаны, если участвуете в розыгрыше, но если вдруг в розыгрыше не участвуете, подписывайтесь, я делаю скриншот, подписывайтесь на канал, где проходят стримы. Та-дам! 13 дракон! Эпическая карта, это первая эпическая карта максимального уровня на этом аккаунте. Сейчас я подожду, когда вот эти пупырушки исчезнут, я сделаю красивый скриншот, чекайте, ну просто лялька, да? Ну, погнали, проверим, что за зверя я только что прокачал. Ну, блин, ну почему это происходит со мной, ребят? На самом деле, прокачка меня сейчас не спасает. Две колоды подряд с пекой. И в одной, и в другой деке есть здание дефа. У меня одна единственная атакующая карта, это королевский гигант. Ну, максимум это фаербол. Но соперник, если не дебил, он не будет подставлять юнитов под вышку, чтобы я наносил фаером уроны по юнитам и по вышке. Соответственно, фаербол мне не получалось кидать на вышку. Только королевским гигантам. Ну, сука, ну ставит он пеку, печку там или мортиру, и в первом, и во втором случае, и я ничего не могу сделать. Надеюсь, что сейчас я иду в бой, сейчас пека мне не подберется. Но, на самом деле, я мог выиграть. Мог. Да, прокачка у соперников была хуже. Но были моменты, я немножко тупил. Вот. И меня немножко выбесило то, что две колоды подряд прям с пекой. Ну, вот прям выбесило. Ну, а так, в целом, ребята, мощно, мощно. Теперь с такой прокачкой урон невероятный. От печки, от электродракона, блин, от королевского гиганта. На самом деле, королевским гигантам не дали мне поиграть, потому что он к вышке просто не доходил. Ну, вы представьте себе. Ставит соперник пеку и ставит печку, ну, либо мортиру. Королевский гигант пока уничтожит мортиру, либо печку, пека уже с вышкой реально сломают голову королевскому гиганту. То есть, анрел, не знаю. Был бы у меня какой-то шахтер, либо там... Я даже не знаю, что еще можно придумать. Ну, гоблинская бочка, к примеру. Ну, кладбище вряд ли бы зашло. Вот. Были бы эти карты у меня, может быть, еще я бы что-то здесь и сделал. Ну, а так против пеки очень трудно. Я думаю, что это контра мне. Вот. Ладно. Так. Мы играем сейчас против Хога. Конечно, справа урона пропустили, да? Я печечку криво поставил. Ну, не беда. Сейчас будем делать хорошую контратаку слева. Смотрите. Значит, запускаем. Ну, это Хог 2.6, который... Сейчас у него, надеюсь, не инферно, а пушечка. Отлично. Я так и знал, что это не инферно. Так. Ладно. Разряд и фаер, короче. Отлично, да? Ну, я теперь буду электродракона немножечко по-другому кидать. Я сейчас без эликсира вообще. Надеюсь, что Хог сейчас не пойдет справа. Так. Хоть немножко урона нанеси. Так. Отлично. Так. Мини-пеку готовим. Готовим. Так. Ставим печку сюда. Мушкетера. А в смысле, блин? А в смысле так много урона? Это... Это что такое значит? Это как вообще понимать? Как хочешь, так и понимай, наверное, да? Блин, обалдеть. Я думал, ну нахер его дефать. Оставил 1100 хп. Ладно. Все. Смотрите. На инферно теперь буду кидать электродракона. Так. Хорошо, да? Здесь у нас лучницы. Здесь у нас фаербол. Фаербол. Так. Тут у нас разрядик такой вот. Разрядик. У меня уже есть второй королевский гигант. Смотрите. Два королевских гиганта. Хабиб. Что ты делаешь? Я сделаю скриншот. Два королевских гиганта на карте. Это, конечно, расстрел на месте. Печечку ставим, наверное, сюда. Печечку ставим сюда. Здесь мини-пека. И вот так вот лучницы. Ну да. Тут. Вот тут уже сопернику не отдефаться. Но у него просто обычный оптимальный деф. Одна инферно. А сейчас вот такая мода что ли пошла. Не знаю. Я вот на основе играл вчера на стриме. Сейчас играю. И понимаю, что как-то вот люди стали брать очень много дефа. Там, к примеру, берут инферно и плюс еще варваров. Мини-пеку и еще могут инферно драгона. Ну вы поняли, да? Уловили суть. Там надгробие и торнадо. То есть против хога это очень сильно много контры. Я не знаю, как они играют с хогами против таких колод. Я с големом еще могу как-то пропушить, собрать какую-то атаку. Но с хогом играть, я не знаю, с королевским гигантом против таких связок очень трудно. Очень. Поэтому надо какие-то сейчас составлять деки, чтобы не рассчитывать на одну атакующую карту. У меня, к сожалению, одна атакующая карта. Это королевский гигант. Но зато он такой мощный, что... Что я думаю, на этих кубках все будет окей. Спеллбайт против нас. Изи. У меня и вышибала есть. И, короче, электродракон хорошо дефает. Так, тут разряд. Блять, опять пека. Да ты прикалываешься. Не, ну серьезно. Опять пека. Ох, ладно. Так, здесь у нас вышибала. Здесь у нас лучницы. Ой-ой-ой. Опасно, опасно, опасно. Самое главное, принцессу, что надеюсь, мы убьем, да? Пожалуйста, убей принцессу, лучница. Найс, найс, найс. Так, там гоблинская бочка, да? Ну, хоть урон вначале нанесли. Хорошо. Уже неплохо. Так, сколько? Так, 9 эликсира мне надо, да? Чтобы дефать. Гоблинскую бочку вообще изи дефать сейчас. С электродраконом. Электродраконом, так как электродракон поражает сразу три цели своим разрядом. Соответственно, это очень легко против бочки гоблинов. Я прям тащусь от этого. Так, ну тут у нас фаербол. Здесь у нас разряд. Печку я не дам и не проси. Печку хотел уничтожить мою. Ты смотри какой. Я так и не понял, у него есть гоблинская бочка или нет. Просто я как-то вначале не понял, от чего я пропустил урон. Но не беда. Я уже, смотрите, ему сколько снес хп. Так, я думаю, что здесь мы кинем. Опа, смотрите, принцессу подставил. Духи полностью. Один дух убивает 10 принцессу. Но 10 принцесса, это, по-моему, если переводить на старую прокачку, это, по-моему, второй уровень. Но это очень слабо. Это прям очень-очень слабо. Так, вышибала не достает дудца, поэтому получает небольшой урон. Но прокачка опять же берет свое. Я прокачан очень сильно, очень сильно и хрен за дефаешь теперь. Ну тут фаербола, естественно, 100%. Добиваем вышечку. Что это было? Что это было? Я слышал эти звуки. Тут мы ставим вышибалу. Так, вышибала отлично. Так, тут у нас лучницы за вышибалой. Тут у нас разрядик, короче, полетит. Ну, вот это, вот так вот можно еще играть. Но если бы у него было хоть одно здание дефа, то я хз. Ну, мне кажется, что такая связка мне прям контр. Очень сильный. Просто, когда в соло пека без зданий дефа, вроде как несложно. Вроде как можно, да, насобирать комбинацию. Но, опять же, у меня нет такого юнита, который бы быстро уничтожил пеку. Либо хотя бы отвлек на себя урон. Ну, это разве что вышибало. Вот. А когда здание дефа есть, ну, это прям анрил. Это просто коргигант, он не доходит у башни. И последняя каточка. Погнали на видосик. И я буду, в принципе, завершать. Ну, что ж, я думаю, что я завтра, а возможно, не, завтра 100%, не сегодня. Хотел сказать, возможно, сегодня. Завтра. Подниму 4600 на этом аккаунте. Но 4600 это так. Это пока что, ну, такое, типа, изи 4600. Хочу 4900. А вот дальше, я думаю, уже будет интересно. Там уже все будут фулы. И я думаю, что это будет прям, прям, ну, классно. Поэтому, ребят, вы должны подписаться прямо сейчас на основной канал. Подписаться на канал для стримов. Чтобы следить за видосами, за стримами. Потому что, ну, Хабиба, я... Так, что вы думаете? Коргиганта ставить? Я думаю, поставить. Не знаю. Поставлю коргиганта. Поставлю печечку. Поставлю печку. А гигант-то у него фуловый, друзья. Так. Ну, у меня тоже фуловый. Ну, блин. Я-то поднимусь же, опять же. Разница между мной и этим игроком. То, что я недавно сделал такую прокачку. А он 100% уже сидит тут так давненько, наверное. Ну, может, я ошибаюсь. Но мне так кажется. Так. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Тихо, 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 тихо. А что такое? Блин. Это Steam аккаунт. Блин. Вы понимаете, что сейчас он меня снесет? Он меня снесет. Если я сейчас не задефаюсь. Блин, я переволновался. Я думал, фуловый дровосек. Фуловый гигант. Ой, фуловый дровосек. Фуловый палач будет долбить мою вышку. Ну, все. Из-за этого фаера у меня нет велика теперь. И он спокойно воспользовался этим положением и кинул гиганта. Скорее всего, заберет вышку. Ну, ладно. Пускай электродракон хотя бы оттянет время. Фаербол не убивает электродракона. Бесполезно. Мне кажется, он зря слил фаербол. Мы, смотрите, подкинем. Так, чем он дефл? Так, ставим королевского гиганта. Палач у него, да, там летучие мыши. Так, хорошо. О, так сейчас прикольный разряд будет. Бац. Я знаю, что ран накинул. Но этого достаточно будет, чтобы забрать вышку. Так, шикарно. Ставим печку теперь на правую сторону. Отлично. Тут электродракон, он просто незаменим. Против вот этих инферно. Против инферно драгонов. Вообще идеально заходит. Ребята, ну, я думаю, что даже с этой колодой. Ну, то есть не все любят королевского гиганта. Но с этой колодой, я думаю, что у вас будет получаться играть. С ней легко играть. И прокачка тут прикольная. Поэтому я надеюсь, что все у вас будет хорошо. Блин, я не знаю, слышите вы или нет. Минипека прям просится, опустите меня в комнату. Кричит там. Ну, сейчас я уже последнюю каточку доиграю. И займусь этим. Так. Выпущу Даньку ко мне в комнату. Просто если бы он сейчас был в комнате, он бы так мешал, что жесть. Невозможно было бы записать видео. Он бы сейчас просился ко мне на руки. Он бы сейчас тут кричал на всю квартиру. Вы бы меня не услышали. Но все равно я об этом думал. Возможно, как-нибудь записать совместное видео с Данькой. Там, с ним открыть какие-то сундуки, еще что-то. Если за то, чтобы я сделал совместный ролик с Минипекой, ставьте лайки. Ну, кто не понял, Минипека это мой сын. Так, ну что. У меня 4358. Открываем королевский сундук. Эх, так рассчитывал на Легу. Друзья мои, прокачка у меня теперь очень крутая. Ровно 50% колоды у меня в фул. Осталось немножко фаербола. Немножко вышибалы. Ну, вышибал еще множко. Но, тем не менее, я думаю, что вот этих 10 тысяч геймов будет достаточно, если словить вышибалы и фаербол в одном сундуке. Остальные карты, в принципе, можно докачать, докинуть. И, блин, ну, ребят, ну я очень хочу этот проект дальше развивать. Поэтому, если, когда я его разыграю, возможно, с победителем договорюсь, чтобы он получил, ну, он аккаунт мой заберет, но только тогда, когда я закончу. Вот, закончу вот все, что я хочу на нем снять. Я думаю, это будет нормально и победитель будет не против. Ну, отменить уже конкурс, к сожалению, не могу, потому что я уже запустил. Люди выполнили условия. И вы также участвуйте. Ссылки на условия будут в описании. Спасибо за просмотр. Всех обнял. До новых встреч. Скоро увидимся. Пока.